Чем запомнилась эта неделя? Смотрите в программе «Итоги недели» в студии Мехребанка Сумова. Здравствуйте! Тема, которая по-прежнему актуальна и таковой, будет, скорее всего, весь год. Пандемия коронавируса беспокоит сейчас весь мир, в том числе и Азербайджан. В стране ситуация под контролем, но это не так легко, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Подробнее о мерах в рамках борьбы с распространением COVID-19 в нашем следующем материале. Азербайджан стал одной из первых стран, предпринявших превентивные меры в борьбе с коронавирусом. Для того, чтобы восполнить нехватку медицинских принадлежностей и оборудования, на острове Пиралахи начали функционировать два предприятия. Одну по производству лекарственных препаратов, а другую по производству медицинских шприцев. Уже в начале апреля заработало первое предприятие по производству медицинских масок. А теперь открыта еще одна фабрика по производству медицинских масок и защитных комбинезонов. Сегодня всех нас и весь мир беспокоит пандемия коронавируса. Азербайджан и в этой области демонстрирует образцовый подход. Об этом говорят как граждане Азербайджана. Это находит отражение и в адресованных мне тысячах писем благодарности, так и международной организации. Держать сегодня ситуацию под контролем не так легко. Мы все свои усилия направили на охрану здоровья людей. На первоначальном этапе на фабрике планируется производить ежедневно 140 тысяч масок. До конца мая здесь будет установлено дополнительное оборудование, что позволит повысить производительную мощность до 300 тысяч штук. В настоящее время к производственному процессу привлечены 30 работников. А после установки дополнительного оборудования их число достигнет 50 человек. В обществе с ограниченной ответственностью «Гелан Текстильпарк» началось также производство защитных комбинезонов. Продукция производится из нетканого материала полипропилена высокой плотности, покрытого полиэтиленовой защитной мембраной. Ежедневно планируется производить 6 тысяч защитных комбинезонов. Сдача в эксплуатацию данного предприятия представляет значение с точки зрения открытия новых рабочих мест. Так, к производственному процессу здесь привлечены 210 работников. Хочу еще раз обратиться к гражданам Азербайджана. Соблюдать правила не так сложно. Врачи-специалисты говорят, что сейчас главное соблюдать личную гигиену, пользоваться дезинфицирующими средствами, держать дистанцию в полтора-два метра и носить маски. Это несложно. Поэтому еще раз прошу всех граждан соблюдать эти правила. Должен особо отметить, что солидарность, которую мы видим в обществе в нынешних условиях, возможно, находится на самом высоком уровне, так как все общество консолидировалось в этой борьбе. Глава государства отметил, что после обеспечения местного спроса медицинские маски и защитные комбинезоны планируются экспортировать. Таким образом, начало функционирования подобных предприятий не только служит повышению экспортного потенциала Азербайджана, но также играет большую роль с точки зрения развития ненефтяного сектора. Эльнар Мамедова, CBC. Итак, Азербайджан постепенно возвращается к прежнему образу жизни. С завтрашнего дня в силу вступают очередные смягчения особого карантинного режима. Заработают рестораны, кафе, все заведения общепита. СМС-разрешения больше не нужны. Парки, бульвар снова будут открыты для посещений. И снят запрет на выход из дома людей старше 65 лет. Но, опять же, выходить нужно только в случае необходимости. Мы должны научиться сосуществовать вместе с COVID-19. Подчеркнули в оперативном штабе при Кабмине. Все меры по ослаблению карантинного режима принимаются для того, чтобы приучить граждан жить и работать в условиях пандемии. Последующие ослабления также будут вводиться постепенно. Каждый гражданин страны должен понимать ответственность, которая лежит на нём. Соблюдение мер безопасности и личной гигиены отныне должны быть обязательными. Для этого в Азербайджане уже создана необходимая инфраструктура. В Сумгаите состоялось открытие двух предприятий по производству медицинских масок с максимальным объёмом производства до 500 тысяч штук в день. Помимо этого, также налажено и производство специальных комбинезонов. Это позволит полностью удовлетворить внутренний спрос страны на обязательные элементы личной безопасности. Все решения относительно карантинного режима принимаются на основе статистических данных, которые собираются со всех медицинских учреждений. Это заявление оперативного штаба. Там подчеркивают, наблюдая нынешнюю тенденцию, можно утверждать, что карантинный режим в стране продлится до конца текущего года, а ужесточение или смягчение этого процесса будет зависеть в основном от социальной ответственности граждан. Между тем, статистика последних дней показывает, что число зараженных вновь колеблется. Каковы данные на сегодня, узнаем прямо сейчас. В Азербайджане в воскресенье выявлено 136 новых случаев инфицирования коронавирусом. Вылечился 71, скончались 3 человека, сообщает оперативный штаб. Согласно информации, скончались граждане 1931, 1956 и 1965 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты. На сегодня в стране общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 3274. Вылечились 2015, скончались 39 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1220 лиц, из которых состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 58 средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально. Всего в Азербайджане было проведено 232 077 тестов на предмет выявления коронавируса. Михребан Гасумова, CBC. Смарт-страна, образование и кибербезопасность. Эти три сферы обсудили на этой неделе в ходе видеоконференции президента Азербайджана и представителей руководства компании СИСКОУ. Последние отметили успешную реализацию совместных с республикой проектов, подчеркнув при этом лидерские качества Ильхама Алиева. Мы впечатлены тем, что президент Ильхам Алиев настолько открыт новым технологиям и всячески приветствует их внедрение в стране. Такую мысль в ходе видеоконференции между главой Азербайджана и руководителями компании СИСКО озвучила генеральный финансовый директор данной организации Келли Крамер. Отрадно, что такой лидер, как президент Азербайджана, открыт новым технологиям и готов к их применению в стране. Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, поддерживающих технологии не только в регионе, но и в мировом масштабе. Также производит приятное впечатление, что президент Ильхам Алиев проявил лидерские усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встрече участников движения неприсоединения в связи с пандемией COVID-19. Выступивший на конференции вице-президент компании СИСКО по России и странам СНГ Джонатан Спэрроу также отметил, что сотрудничество компаний с Азербайджаном было фантастическим, выразив желание продолжить данное партнерство. Сегодня мы сталкиваемся с определенными вызовами времени, но не у каждой страны есть финансовые ресурсы для преодоления возникших проблем в сложившейся ситуации. Встреча главы азербайджанского государства с руководителями компании СИСКО свидетельствует о том, что правительство страны правильно и своевременно выявляет эти тенденции, уверен эксперт-экономист Эмин Горибли. Если прогнозировать последние события, происходящие в мире, то мы увидим, что происходит процесс перехода к новому технологическому укладу. И вот кризис, связанный с пандемией, ускоряет этот процесс. И в мировой экономике мы выявляем новые вызовы, новые тренды, новые вызовы. Но не каждая страна готова к этому. Но, как мы заметили, Азербайджан как великая держава, как отметил господин Трамп, президент США Трамп, Азербайджан превращается в великую державу, которая и вот этот самый процесс, который своевременно отвечает на современные вызовы, тенденции в мировой экономике. Причинами, по которым крупнейшие мировые компании, такие как СИСКО, стремятся к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном, являются прежде всего лидерские качества президента Азербайджана и открытость современным технологиям, а также тот факт, что Азербайджан – страна, приверженная своим обязательствам. Алла Гюзгаджиева, Альбина Абдурахманова, CBC. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана. Это в поздравительном письме по случаю предстоящего дня республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу подчеркнул Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что США и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов. Трамп также коснулся темы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Отметил, что как один из сопредседателей Минской группы, США продолжат участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному решению проблемы. В результате Нагорно-Карабахского конфликта армянской стороной оккупированы Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Среди них и Лачинский. Со дня его захвата проходит 28 лет. Это произошло в ночь на 18 мая 1992 года. Подробнее эту тему обсудим с директором Центра истории Кавказа Резваном Гусейновым. Резван Мелим, здравствуйте. Здравствуйте. 28 лет проходит с оккупацией армянской стороной Лачинского района Азербайджана. Он был одной из главных целей агрессора. В чем его стратегическое значение? Естественно, в планах армянских оккупантов, после оккупации Ханкенги, после оккупации Шуши и после геноцида и оккупации Ходжавей, наиболее приоритетным направлением являлся Лачинский район, Лачинский коридор. Если Ханкенги и Шуша это были основные центры и наиболее высоко расположенные стратегические населенные пункты, контролируя которые можно контролировать весь Нагорный Карабах, если Ходжавей это был единственный аэропорт, связь со внешним миром, то Лачин это была наиболее оптимальная дорога, связь с Арменией. Поэтому было понятно, план армян не был каким-то уникальным или непонятным для находящихся тогда у власти в Азербайджане людей. И вся цепочка оккупации, особенно если в связке посмотреть, 8 мая в США была оккупирована, тоже очень странные обстоятельства, хотя можно было оборонять город. И вслед за этим стало ясно, что неминуемо после оккупации Лачина, потому что наиболее оптимальная дорога для оккупации через Шушу, что к сожалению не произошло. То есть армянские оккупационные силы с двух в основном направлении совершили нападение на Лачинский район. Это через территорию Армении по Лачинскому коридору и со стороны Шуши. То есть взяв в кольцо райцентр, они начали артиллерийский обстрел, в результате чего, естественно, под оккупацию попал как райцентр Лачин, так и остальные районы района. Организация обороны Лачина на тот период была не на должном уровне. В чем была причина? Опять-таки, если мы вернемся к цепочке событий 1992 года, это, наверное, самый тяжелый год для Азербайджана был, потому что мало того, что шла война, плюс еще назревала внутри страны гражданская война, шла постоянная борьба за власть в Баку. То есть вот это тот самый период, когда в власти находился народный фронт, до этого был моталибов, и вот эти все тяжбы между ними привели к тому, что ситуация на фронте, мягко говоря, была не очень хорошая, обеспечение обороны, обеспечение армии, и все необходимые меры были на очень низком уровне. И в основном все держалось за счет энтуазизма, за счет добровольцев и тех людей, офицеров военных, которые понимали важность обороны. То есть в основном речь шла об обороне, поэтому на 1992 год попала большая часть наших наиболее важных стратегических территорий, которые были оккупированы, как я уже сказал. И Лачин, опять-таки, к сожалению, ничем не отличалась ситуация по обороне. И те же люди, что были ответственны за оборону в Шуши, допустим, фактически неумение найти согласие и создать единый центр по обороне, привело к тому, что события в Шуши повторились и в Лачин. На этом фоне, мы знаем, шла борьба за власть в Баку, и те люди, которые должны были быть ответственны за обеспечение обороны, они, к сожалению, были заняты совершенно другими делами. Вот в этой связи я считаю, что основной проблемой, как в Шуши, так и в Лачине, было то, что мало того, что не было общей координации обороны, так еще те, кто ответственны, они больше думали о том, чтобы стянуть войска с линии фронта в Баку, чтобы начать борьбу за власть в Баку, а не за то, чтобы обеспечить безопасность и оборону наших районов. Сейчас, когда идут переговоры, и речь идет о мирном поэтапном решении проблемы, а именно на первой стадии возвращения районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, можно ли сказать, что армянская сторона не пойдет на возврат Лачина, учитывая, что эту зону они именуют так называемым поясом безопасности? Я неоднократно говорил и, наверное, еще раз повторю, что если речь идет о переговорном процессе, то у него на данный момент никакого смысла и результатов нету за эти прошедшие почти 30 лет. Поэтому я считаю непродуктивно даже обсуждать, что хочет армянская сторона или что она уступит, потому что реальная ситуация решится на поле боя. Кроме военно-политического, к сожалению, конечно, решения конфликта на данный момент другого пути нет. А если речь идет о военно-политическом, то тут уже вступает в силу закон о войне, и то, как будут проводиться операции по освобождению нашей земли, и какие районы будут приоритетны. Естественно, в этой ситуации именно одним из приоритетов является освобождение Лачинского района, что полностью замкнет Карабах, и так называемый их пояс безопасности станет преимущественным поясом опасности. То есть, перелом ситуации, по моему мнению, произойдет не на дипломатическом поле, а сугубо на моем. Спасибо вам большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо, благодарю. Напомню, на связи с нами по скайпу директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов мы говорили о стратегическом значении Лачинского района Азербайджана, который с 90-х годов находится под оккупацией Армении. В продолжение темы. В результате захвата Лачина погибли сотни человек. 64 тысячи стали вынужденными переселенцами. И сейчас на связи с нами Фахраддин Пашаев. Фахраддин Лялем, здравствуйте. Добрый вечер, Мехрибан Ханум. Фахраддин Лялем, вы родились и выросли в Лачине. Какая там была обстановка, атмосфера до начала армяно-азербайджанского конфликта? Да, я родился и вырос в Лачине, в деревне Кямаллы. Затем переехал в сам город. До конфликта там были все условия для проживания. О красоте природы, рельефа Лачина в нашей республике знают все. Почеркну, что мы жили в добрососедстве с армянами, постоянно ходили друг к другу в гости. У нас не было никаких проблем. И что было после? Как начался конфликт? С чего? На мой взгляд, может, даже местные армяне не хотели этого. Что случилось, стало результатом проводимой политики армянских шовинистов. Это стало частью того, что они пытались претворить в жизнь в течение столетия. А в Лачине события стали разворачиваться в феврале-начале марта. На высотах Лачина вдруг стали водружать небольшие белые флажки. Увидев это, молодежь стала их убирать, недоумевая, что это, зачем это. Тем временем в Ханкенде, в прошлом Степанакерте, проводились митинги, где пропагандировали присоединение Нагорного Карабаха к Армении или же независимость. Что касается Лачина, то еще в советский период и даже раньше армянские националисты имели на него виды. Это всем было известно. Даже армянский публицист Зорий Балаян писал об этом. Цель присоединить Карабах к Армении, не только Карабах, но и, можно сказать, весь Азербайджан, армянская сторона преследовала еще, если не ошибаюсь, 1918 года. А в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда армяне уже начали этот конфликт, они прекрасно понимали, что без оккупации Лачина им не удаться добиться желаемого. Все их планы могут рухнуть. Жители Лачина сражались до последнего. Был создан местный отряд самообороны. Светлая память погибшим. Еще один факт. Если сепаратистам Нагорного Карабаха не было помощи, тогда на что они существовали? Сколько людей были взяты в плен в результате оккупации Лачина? Сколько погибли? Многим армяне отрезали головы. Сегодня, спустя 28 лет со дня оккупации Лачина, что вы чувствуете, о чем думаете? Я с полной ответственностью говорю и всех вас уверяю, что люди в моем возрасте и наша молодежь, которая, я думаю, еще более патриотична, если последует приказ Верховного Главнокомандующего от имени всех лачинцев, заявляя, что нам никакая помощь не нужна. Мы все пойдем сражаться и прогоним армянских оккупантов с наших земель. В этом я вас уверяю. У нас, у каждого уроженца Лачина, есть одно желание – умереть на своей родной земле. И что бы ни было, какие бы потери ни были, мы не должны оставлять эту проблему новому поколению. Пусть от нас им останется только хорошее, а не этот конфликт. Это мое желание. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Большое спасибо вам, что не забываете лачин. Пусть будет долгая жизнь всех тех, кто привязан к своей родной земле. Я очень благодарен вашему телеканалу. Я ваш постоянный телезритель. Спасибо. Напомню, своими воспоминаниями о Лачине до начала конфликта с итогами недели поделился вынужденный переселенец Фахраддин Пашаев. Мы продолжаем выпуск. 28 лет без Лачина, 28 лет без Джалила Сафарова. Национальный герой Азербайджана Джалил Сафаров в разгар Нагорно-Карабахского конфликта вместе с товарищами попал во вражеское окружение во время операции на дороге Туршту-Зарыслы. Он погиб от пули армянского боевика, спасая экипаж подбитого танка. Его тело так и не смогли вынести с поля боя. На аллее героев на горном парке Баку захоронена его одежда. Память Джалила Сафарова в Азербайджане увековечена. Школа номер 10 города Сумгаид названа его именем. А в родном селе Лешбедин Марнеульского района Грузии установлен памятник герою. Большой общественный резонанс вызвала на этой неделе прошлое деда премьер-министра Армении. Никол Пашинян-старший воевал за армянский легион, а именно участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера и фашистской Германии. Об этом свидетельствуют фотодокументы, которые обнаружили армянские СМИ. Как отмечают российские эксперты, депутаты, фашизм, национализм, шовинизм, ксенофобия и русофобия давно стали визитной карточкой руководства Армении. А молчание Пашиняна по поводу публикаций в СМИ и его упорные попытки защищать Гарегин Анжде наталкивают на определенные размышления. Сотрудничал с врагом – погиб. Такие данные о Николе Пашиняне раздобыли в СМИ Армении. И речь не о премьер-министре. Николом Пашиняном звали и деда армянского политика. А вспомнили о нем в армянской прессе после публикации главы Армении в социальной сети фотографии родственника и следующей записи. Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом пауку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за родину. Комментарии не заставили себя ждать. В них утверждалось лишь одно. Никол Пашинян-старший воевал в 1943 году на стороне нацистской Германии. А именно в легионе СС небезызвестного приспешника Гитлера Гарегина Тер-Арутюняна по прозвищу Нжде. Того самого, чей памятник уже несколько лет установлен в центре Еревана. Того самого, кому в Армении поклоняются на государственном уровне. Никаких опровержений, либо разъяснений со стороны пресс-службы армянского премьера нет до сих пор. Эта ситуация достаточно скандальна, особенно на фоне того, что по-прежнему в центре Еревана стоит памятник немецкому приспешнику-коллаборанту Гарегина Тер-Арутюнян-Сжде. Эта ситуация сама по себе указывает на то, что в Армении продолжаются опасные процессы. В любом случае героизация нацизма и приспешников-фашистов в Армении сама по себе эта ситуация не может быть признана нормальной и заслуживает только лишь осуждения со стороны абсолютно любых людей, которые понимают, что гитлеровская Германия – это зло, и это зло было разгромлено. Сейчас практически все приличные люди осуждают героизацию тех, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером. Именно поэтому российское общественное мнение, общественное мнение всего прогрессивного человечества, используем эту классическую формулу, всегда выступало и будет выступать за то, чтобы были ликвидированы все памятники нацистским коллаборантам, таким как Гарегин, и чтобы учебники истории были изменены, и школьников учили, что это не герои, а именно военные преступники. Дед армянского премьера может и герой для него самого, но тогда получается, что он из ряда Гарегинан Жде, Дро и так далее. Думаю, что сам Никол Пашинян не ожидал подобного ажиотажа вокруг имени своего деда. Однако для чего тогда существуют республиканские спецслужбы? Выходят спецслужбы в Армении полностью дисквалифицированы. Почему они не провели информацию и не остановили Пашиняна в его желании вспомнить предка? Вопрос о недопустимости героизации пособников нацизма поднимался не раз. На различных международных площадках руководство Армении призывали снести монумент и уважать память миллионов погибших в годы Второй мировой войны. Но армянские власти упорно твердят – Нжде – герой. Его идеологию они долгое время пропагандируют среди населения Армении. Теперь всплыла правда о деде – первого лица Армянской республики. Подтверждение о его, мягко говоря, темном прошлом опубликовали ряд армянских СМИ. Некоторые публикации уже переведены на русский язык. В Минобороны Армении эту информацию попытались опровергнуть. Якобы в тот период было два Никола Пашиняна. Однако представленные премьер-министром данные о Николе Пашиняне-старшем и данные в СМИ совпадают. Пашинян родился в Армянской ССР в селе Янакован в 1913 году и пропал без вести в 1943. И тут вопрос – действительно ли дедушка Пашиняна был коллаборационистом нацистов? Учитывая то, как армянский премьер всегда защищает Гарегин Нжде, да и его собственную биографию, такое вполне допустимо. А это, в свою очередь, станет очередным фактом неуважения властей Армении к памяти погибших в годы Второй мировой войны. Михребан Касумова, CBC. Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм? Победители этого конкурса – видеоработа, о котором мы сообщали в одном из выпусков итогов недели, уже известны. Проект проходил в Украине при организации Бакинского международного центра мультикультурализма и был приурочен к 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Отрадно, что в разных уголках Украины молодежь не только много знает про нашу страну, но и проявляет активный и креативный подход к выполнению творческого задания. Победителем конкурса стала Юлия Гаврилко. Второе место у Софии Назаровой. Третье разделили Давид Гогия и Эмиль Мусаев. 21 век является временем интеграции и глобализации. Многообразие культур – это феномен реалии социума. Именно в таких условиях мультикультурализм – идеальный ответ на все вызовы глобального мира. Азербайджанская модель мультикультурализма уникальная в своем роде и идеальная в применении. Толерантность и терпимость – это нормальный образ жизни для всех граждан Азербайджан. Здесь никогда не смотрят на различия между людьми за их национальной и религиозной принадлежностью. Поэтому очень важно, чтобы опыт этой страны был сегодня признан в мире. Сегодняшний Азербайджан имеет имидж маста цивилизаций. Он исполняет эту функцию уже много-много лет. И все это благодаря политике мультикультурализма, которую ведущую роль играет семья президента Ильхама Алиева. В частности, его жена – прекрасная женщина Михрибан Алиева, которая является послом доброй поли ЮНЕСКО и ЭСЭСКО. С щербетом, сладкой водой, улыбками друзей Меня встречала Азербайджан на лепестках прекрасных роз, Средь гор, среди степей Я дружбы прочитал Гастан Христос Таянов В Азербайджане мультикультурализм превратился в образ жизни, которому нет альтернативы. Это еще раз подтверждает приверженность Азербайджанской республики принципам толерантности. Салам алейкум, Азербайджан! Азербайджанский мультикультурализм вызывает у меня чувство глубокого уважения к азербайджанскому народу и азербайджанской государственности. В Кавказском регионе находится огромное количество разных этнико-лингвистических групп, которые мирно сосуществовали огромное количество времени. События последних десятилетий показали нам, как хрупко бывает мир и как сложно поддержать мирные отношения разных культур, народов, религий, языков. Мне не понаслышке известно о неправильном отношении к этническим группам. Близкие мне люди в прошлом пережили этнические преследования на Кавказе. Данная проблема распространена во многих странах и регионах мира. Усилия Азербайджана в поддержке мультикультурализма создают предпосылки к предотвращению конфликтов и поддержке мира. Эта программа показывает, как должны строиться взаимоотношения разных народов и их культур. Я благодарен усилиям Бакинского центра мультикультурализма за популяризацию данной идеи. С первых лет моей жизни родители прививали мне любовь к родине. Они учили меня уважать представителей других народов. То, чему меня учили родители, понадобилось мне в жизни. Будучи украинцем с азербайджанскими корнями, я понял одну вещь. Не важно, где ты родился, где ты живешь, какая у тебя вера или какой цвет кожи. Важно то, что мы уважаем друг друга, несмотря на то, какие мы разные. Я горжусь тем, что являюсь частичкой азербайджанского мультикультурализма. Страна раскрывает суть понимания необходимости сосуществования, важности толерантности и природных основ многообразия. Поэтому для меня азербайджанский мультикультурализм – это пример именно мирного сосуществования этнокультурных сообществ, которые поддерживают и сохраняют свое культурное разнообразие и свой образ жизни. Именно эти факторы являются очень важными и необходимыми инструментами для диалога и решения разного рода проблем, которые сегодня существуют между цивилизациями и государствами. И сейчас иснует лишь цивилизациям и державам. Что собой представляет сама идея мультикультурализма, которую так активно пропагандирует Азербайджан? Лично для меня азербайджанский мультикультурализм и этот конкурс, который проводит Бакинский центр мультикультурализма, стал шагом к большему познанию Азербайджана и самой концепции мультикультурализма. Детально изучив все аспекты такой тонкой тематики, я сделал для себя выводы, что данный феномен мультикультурализма должен быть распространен на весь мир. В последнее время существует целый ряд различных моделей мультикультурализма. Модели США, Канады, Австралии, Швеции. Но модель, которую представил миру Азербайджан, является образцовой для многих прогрессивных государств мира. Наглядным подтверждением этому является принятие сенатами и палатами представителей штатов Юта и Орегон, декларации, одобряющих азербайджанскую модель толерантности. Эта модель более устойчива, так как имеет исторические корни. И в результате мудрой политики мультикультурализм стал одним из важнейших приоритетов Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok И в продолжении темы мультикультурализма. Европейский фестиваль толерантности Imagine. В этом году в разгар глобальной пандемии фестиваль принесет надежду и размышления людям, обсуждающим вопросы терпимости и разнообразия. Таким был посыл организаторов. Подробнее из Смиралиева. Четвертый по счету Европейский фестиваль толерантности Imagine в этот раз проходил онлайн. Каждый год он принимает участников из различных стран мира. Сейчас они продемонстрировали свое творчество в виртуальном пространстве. В специальной программе «Одна песня для Баку» в ходе фестиваля композицию исполнил и латиноамериканский музыкант Алехандро Ривас. Впервые он посетил Азербайджан три года назад и покорил бакинскую публику авторской песней. У меня остались прекрасные воспоминания от Баку. Мы три раза давали там концерты. Выступление в центре Мугама вместе с азербайджанскими музыкантами наиболее запомнилось мне. Мы тогда сделали фьюжн, смешали разные стили и направления. На этом фестивале я исполнил песню о размышлениях и ностальгии, которую я испытываю, вспоминая Баку. Свои работы в ходе фестиваля представил и фотограф Николя Ландемар. Десять фотографий рассказывают десять историй, демонстрируют десять различных мест. Одной из самых особенных для меня работ стала фотография группы Daft Punk, которую я сделал, будучи юным фотографом. В прошлом году в рамках фестиваля «Мячин» фотограф из Брюсселя представил публике серию своих работ. У меня просто прекрасные воспоминания с прошлой фотовыставки в Баку. Это был мой первый визит в Азербайджан. Тогда я представил работу, сделанную в Брюсселе. Было очень приятно получить приглашение продемонстрировать свои работы в Баку. И сейчас я думаю, что онлайн-формат не делает фестиваль менее интересным. Это хороший опыт. Несмотря на то, что мы не видим друг друга в реальной жизни, люди интересуются моими работами и пишут мне. Европейский фестиваль толерантности «Мячин» подытожили концерт и показ фильмов о самоизоляции. О том, чем запомнится следующая неделя, расскажем в следующем выпуске. Увидимся, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи!